Спасибо еще раз. Да, такого еще вроде бы не было, что приятно. Все разбросилось, все еще не было. И в героическом случае, тем более, после того, как просмотрели это первое выступление, мы двигаемся дальше. Теперь будет немножечко понятнее, и как задавать вопросы, и как вообще можно безобразить, что во время этого. Итак, следующее выступление. Нас иногда спрашивают, каким образом мы подбираем спикеров. Это не мы их подбираем, это они нас подбирают. И поэтому, правда, тематика выступлений на пичи-пучи — это своеобразная лакмусовая римашка. Все это начиналось с того, что вот у ребят в Японии все были дизайнеры сначала, вот все просто. Потом были все архитекторы. Потом, я так поздравляю, везде были только фотографы выступали. Ну, и дальше понятно. Вот. И в общем, в этом нашем выпуске мы никак не смогли обойти одну тему стороной. Она к нам пришла, и чему мы очень радовались. Это краудфандинговые платформы, про которые, наверное, вы уже слышали. А если не слышали, то сейчас, поверьте... Да, неизбежно слышите. Вот уже выходит презентация. Итак, я приглашаю сюда Анну Ашарову, которая является доброй феей платформы «Бумстартер». Я здесь. Спасибо. 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 Команды «Бумстартер» и «Начка». Как сказать, меня зовут Лошар Ванга, я хочу просто еще раз представиться. Я действительно добрая фея. И я считаю, что я и наша команда, которая работает «Бумстартер», помогает делать мир лучше. И именно поэтому мы так тебя называем. Поехали. Ага. Кто мой простой «Бумстартер»? Кроманды «Бумстартер» — это краудфандинговая платформа. Одна из первых в России совсем недавно запустившаяся. У нас замечательная команда, коллектив. Мы помогаем людям осуществлять их мечты и идеи. Как оказалось, 20 секунд это очень много. Кроманды «Бумстартер» — это очень много. Народное финансирование. Когда есть народ, и он финансирует деньги в какие-либо проекты. Проекты могут быть совершенно разные. В мире вообще это давно открыто, больше 20 лет. Благодаря интернету активно развивается. Это где-то благотворительность. У нас это творчество, мечты, идеи и финансы. Вы получаете в конце финансы, а финансируете творческие проекты. То есть, грубо говоря, утром деньги, вечером стулья. Сначала вы даете автору деньги на то, чтобы он реализовал свою идею. А после этого он реализовывает идею и отдает вам продукт этой идеи. Видео, музыкальный клип и так далее и тому подобное. Мир. В мире, как я уже сказала, с 2008 года эта история происходит в России. Активно начали развиваться, запустились мы, запустились еще несколько наших конкурентов в 2012 году. У нас это произошло 20 августа. Сейчас будет об этом следующий слайд. Но я вернусь немножко к другому. О том, что мы реализовываем идеи, какие они могут быть совершенно разные проекты. Люди собирают деньги на альбомы, на снятие фильма, запись музыки, какие-то арт-объекты. Куча уже довольно известных людей у нас есть. 13 успешных проектов на сегодняшний день. Сердце мое, пластилиновый мультик, просто рекордно у нас все побил. Стал самым первым успешным проектом. Собрал 179% от того, сколько хотел. Говорила про известных людей, а группа WK у нас принимала участие, принимала Николай Стравинский из группы Тараканы участие, ну и проще. Но что важно понимать, что каждому человеку, абсолютно каждому человеку, это может помочь осуществить им какую-то маленькую мечту. В общей сложности собрали мы сейчас на данный момент более 2 миллионов рублей. Привитивно различные проекты. Проекты совершенно люди, многие были неизвестные, и у которых действительно осуществлялись их мечты, и они делали, вот, покрупиться собираем. У нас есть кураторы, которые нас активно поддерживают. Тут довольно известные логотипчики висят, я думаю, что никому не нужно это объяснять. В связи с тем, что краудфандинг – это такая очень милая и добрая тема, она работает. И нас активно поддерживают различные кураторы и различные медийные компании. Как к нам попасть? Ну, если нам попасть, то очень просто. Нужно зайти на наш сайт, нажать «Начать проект», и вы приступите к проекту. Важно понимать, как именно привлекать деньги на свой проект. Потому что, если вы неправильно напишите, неинтересно, не завлекающе, сделайте плохие вознаграждения, вас никак в жизни никто не поддержит. Мы все понимаем, что это маркетинг, мы все понимаем, что это все продается, ну, конечно, ваш продукт. Поэтому вот я рассказываю про шаги, так как рассчитываю, что кто-то из вас в перспективе поможет, мы сможем помочь им существовать в проект, я рассказываю, какие шаги должны быть. Сделать интересное душевное видео очень важно. Этим самым вы рассказываете, что вы реальный человек, у вас есть реальная потребность, вы общаетесь с реальными людьми, и вы реальны. Нужно сделать уникальное вознаграждение, максимально визуализировать. Как видите здесь, чтобы человек понимал, что в конце он получен. Это пример из этого проекта, это я уже говорила, что это может быть CD-диск. Вот на американском сайте Kickstarter, аналог, которым мы являемся, там некоторые проекты собирали совершенно безумные деньги, предлагали, например, часы Bevels, очень известные, я думаю, многие из вас знают. Это может быть что-то абсолютно физическое. Вообще в проекте нужно рассказать о своем, вот когда вы заходите и дорегистрируете проект, нужно рассказывать все, всю музыку, все фотографии прикреплять, вообще все, что у вас накопилось в вашей жизни, прям вставлять в проект. После запуска не происходит чудо, волшебная палочка так делает, и о вашем проекте никто не узнает, если вы о нем не расскажете. Тут нам очень сильно помогают социальные сети и личные сообщения. Причем, как показала практика, личные сообщения можно написать таким образом, что это не будет выглядеть мудилом, это не будет выглядеть дотошностью, это будет выглядеть мило, и ни один из ваших друзей в вашей социальной сети и у вас не побьется это. Более того, придет, улыбнется, положит вам там, кто 50 рублей, кто 150 рублей, кто еще что-то, получит замену. Важно это делать интересно. То есть, как вы видите, у нас люди, авторы совершенно креативят по этому поводу, они пишут милые посты, интервью, они публикуют какие-то картинки, все правила и см, если у вас есть какие-то там знания, которые накопились, вообще все можно использовать. А нас активно пишут. В том числе Вести, в среднем публикуют у нас статьи о наших проектах порядка двух-трех раз в неделю. Они очень активно поддерживают краудфандинг. У Путина недавно была статья, что он говорил, что будет привлекать финансирование обильное к тем, кто изначально сам себя профинансировал. Мы этому помогаем. Придумывайте интересные ходы для пиара. Вот еще раз говорю, кто-то делает баннер на свой собственный сайт, кто-то устраивает конкурс, кто-то идет там по пути QR-кодов, вообще ничего не запрещается совершенно. Главное, чтобы это было здорово, интересно и зажигало людей. Тогда все получается, как показывает практика. Очень часто происходит такое, что авторы уже в самом конце, и может быть им не хватает одного, два, три усилия, они уже устали постить, рассказывать о своем проекте, там что-то в них бывает ломается, и такое правда происходит в самом конце практически, но мы всегда говорим, что все пройдет. В итоге авторы получают деньги, осуществляют свою мечту и отправляют вознаграждение замечательным людям, которые их поддержали. Вознаграждения бывают абсолютно замечательно полезные, это может быть еда, как я уже говорила, но самое главное, что аккумулируются средства для реализации мечты. Я вот только сейчас поняла, что я начала говорить с микрофона, а то этого было нет. Запускаем вопросы. Я готова. Сейчас. Ну, и мы готовы. У меня сразу два вопроса. Первый вопрос. Есть ли какие-то характерные отличия от западного кикстартера? Да, у западного кикстартера нет кураторов, у западного кикстартера невозможно выступать физическим людям, у западного кикстартера нет планов развития на Россию, потому что он не знает, как это делается. У западного кикстартера совершенно, ну, как бы, они не разбираются в нашей юридической системе. Как вы видите, может быть, кто знает кикстартер, у нас есть отличие, у нас нельзя дать больше, там, 50 рублей, сколько вы хотите, больше 100, ну, за такое конкретное вознаграждение, потому что по закону Российской Федерации это невозможно. Мы освобождаем авторов от различной нудятины всего за 5%, я, кстати, забыла об этом сказать, что мы работаем бесплатно, берем себе 5% в случае, если проект успешен. Вот. Можно переселять очень долго отличия, да, всю, как-нибудь, типы, и как это выглядит, мы взяли открытие, но на самом деле это, оно только внешне похоже, а внутри все другое. Русифицирован. Русифицирован, да, так, для русских, вот скажем. Русс-падин по-русски. Следующий. Второй вопрос, короткий. Про менталитет. Вот на Западе, в Америке, конечно, там люди как-то, они привыкли сами вкладывать, дают, а вот у нас как-то... У нас чудо было. Вот этот пластилиновый мультик, я о нем рассказывала. Ребята, три года снимают мультик, всем советую зайти, к нам посмотреть. Заходи, собрать 60 тысяч рублей, просто, чтобы вот скинуться. А, знаете, сколько людей дают деньги? Им по 5 тысяч практически каждый день дают. Они даже не рассказывали, мы еще там нервные проработали эту систему про СММ, про все, вот просто первопроходцы были. На Вестях опубликовали, они собрали лишние деньги. Люди хотят поддерживать. Нам пишут замечательные комментарии, и русский менталитет, это наше большое какое-то там с инверией, стереотип, его нет. У нас все добрые, милые люди. Чудесно. Тут анонимный попрошающий хотел задать вопрос о вашей выгоде, но сказал потом, что в кулуарах ему уже все рассказали. Поэтому этот первый вопрос снимается. Наши выгоды 5%. А вот вы говорите, вы берете 5%, если проект успешный. А как вы определяете, что проект успешный? Проект успешный, если он собрал указанную сумму, указанный срок. А у каждого проекта есть определенная сумма, определенный гол, который он хочет достичь. И срок от 1 до 60 дней. Такая классическая схема краудфандинга. Если он в этот срок укладывается и собирает как минимум 100% нужной суммы, то он успешно не собирает. А если они специально будут последние 5 копеек откладывать на после срока дедлайна? Что вы видите? Мы хотим собрать 60 тысяч за 30 дней. Ой, мы за 30 дней собрали только 59 тысяч 500 рублей. На 61 день собрали 60 тысяч. Значит, мы не успешны. Нет, мы не успешны. И мы возвращаемся все деньги, которые вложились. Все деньги абсолютно возвращаются тем людям, которые вложились. А не достается? Они, если проект не успел собрать деньги... То есть деньги не достается, тому кто собирает? Нет, если вы не собрали нужную сумму, не достается. А вот и подвох. Потому что я объясню, страдает качество продукта. Если вы не собрали нужной суммы, у вас упадет что-то в продукте. Вы же изначально рассчитывали на то, что вот там тираж будет стоить 5 тысяч рублей. Вы собрали 4 тысячи рублей. И значит, у вас там обложка будет уже не твердая, а мягкая. Фотографий будет меньше. И человек получит не то, что он изначально хотел получить. Поэтому есть определенная сумма, которая рассчитана, которая работает. Ана Леонидовна, хотела бы я знала, что она сказала не директор, но под конец и говорила не слова, не добрый. Спасибо. Я думаю, стало понятно. Спасибо. 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 Спасибо.